Добрый день, меня зовут Пустоветов Алексей Владимирович, я руководитель компании «Инженер» и занимаемся обустройством объектов, в частности, именно ландшафтным освещением. Часто ландшафтное освещение о нем забывают, либо делают кое-как, либо применяют дешевые светильники, либо вообще от него отказываются. Но большая проблема в том заключается, что люди вкладывают огромные большие деньги в сад, а ночью он становится невидим и стоит мрачной темной стеной. Это, на мой взгляд, вообще огромная ошибка. То есть люди вкладывают, они приезжают после работы, а там темно. Или берут, покупают тогда огромные вот эти дешевые прожектора, которые заливают просто этот сад и не получают никакого удовольствия. Либо засвеченное пятно, либо, наоборот, где-то пятнами свет выхватывает только какие-то куски. А ведь это огромная, по большому счету, ошибка. А ландшафтное освещение ведь имеет, наверное, уже более вековую историю. Только у нас в России оно пришло относительно недавно, то есть с развитием, ну, послеперестроечное, особенно когда появилось необходимое оборудование. И когда у людей появились, начали появляться действительно дорогие участки, хорошо сделанные, с растениями, с красивым ландшафтным дизайном. В Америке это все началось намного раньше, в связи с тем, что, в принципе, тот же самый ландшафтный дизайн, обустройство парков и садов частных, имеется в виду, себе могли позволить в основном люди более обеспеченные. И, естественно, когда они это себе делали, то возникал вопрос, как это подсвечивать. И с конца 19 века, плавно переходя в начало 20 века, соответственно, стали появляться светильники. И надо отдать должное мастерам того времени. Они уделяли очень много времени виду внешнему светильников, но тогда не было такого огромного набора возможностей источников света. Поэтому, первое, и никто не знал, в общем, а что делать с этими светильниками, как их подсвечивать, что выделять. Но, тем не менее, уже появлялись первые книги, первая литература. Допустим, я вот находил литературу 1914 года, 1914 года. Но основная литература, которая уже более подробно рассматривает светильники, места установки, это уже конец 20-30-х годов. Но большая ошибка в чем заключалась. В том, что, не зная, как подсвечивать, что выделять, декораторы того времени брали приемы театральные. А это, в общем, глубоко неправильно. Потому что задачи, стоящие перед подсветкой в театре и на сцене, и подсветкой в саду, они абсолютно разные. И к концу моей презентации я отвечу, почему это. Поэтому использовались и, что делали? В сад привносили декоративные скульптуры. Ну, а небольшие птицы, лягушки даже. Их пытались подсвечивать. Не выделяя самого главного. Это растений. Не делая на них акцент. Потом, после уже... Ну, преимуществом, на мой взгляд, которое было потом потеряно, это сам дизайн светильников. Потому что вот этот стиль арт-деко, это мощнейший поток энергии, красоты, силы. Вот он отражался в этих светильниках. К несчастью, потом, уже в угоду более потребительскому спросу, этот стиль был утерян. И сейчас, если он не выполняется, то это очень дорогие светильники и делаются индивидуально под заказ. После Великой депрессии и после окончания Второй мировой войны, опять, Европа была разрушена. Не говоря уже там в Советском Союзе об этом. И не могло быть речи о ландшафтном освещении. Юго-восточной, вообще в Азии. То же самое у нас, вернее, в мире сформировался лидер. Это Соединенные Штаты Америки. Естественно, много денег. Достаточно обеспеченные. И у них возникают коттеджные поселки. Они их начинают обустраивать. И возникает концепция открытого дополнительной комнаты. То есть, это дополнительная комната. И вы в ней также должны жить. И, соответственно, эту же комнату надо также обустроить. И вот тут уже потихонечку, потихонечку начинает больше внимания уделяться растениям. Подсветки, текстуры, игра света. Но, опять же, достаточно большой минус какой? Нет все равно надежных источников света, которые могут сформировать. Нужная мощность свечения. Необходимый угол раскрытия луча. И, соответственно, уже подобрались близко. Но именно вот этого эффекта подсветки сада еще не могли добиться. Опять же, не было светильников разноцветных. То есть, они были, но это менялись светофильтры. То есть, заказчик, непосредственно владелец не мог это поменять вручную. Там зеленый на красный. Или сделать игру необходимого цвета. И иногда достаточно декоративную роль отводила светильникам. Например, в светильнике классика рекомендовалось использовать для привлечения комаров. То есть, где-то в саду, или мошкары, где-то в саду в углу ставился этот светильник. И, значит, желательно туда не ходить. Но уже появляются модели. Уже появляются модели определенные светильников, которые рядовой потребитель может воспользоваться. То есть, и не нужно дорогих светильников, не нужно вызывать там специально дизайнера достаточно дорогого, там, паркового. А уже потребитель потихонечку мог сам работать с этими светильниками. И создавать необходимый комфорт у себя в саду. Ну, и третьим этапом, который, в принципе, остается и сейчас, это, опять же, потихонечку Европа уже начала подниматься. Но Америка так и остается лидером. То есть, после кризиса 60-х, 70-х годов, опять пошел бурный рост, опять пошли деньги, опять пошло становление ландшафтного, ну, как бы не восстановление, а новая волна ландшафтного дизайна, участков. И, естественно, у людей появлялся вкус, появлялась потребность к обустройству сада, подсветки. И самое главное, что вот здесь, как раз на этом этапе, появились нужные материалы, нужное оборудование, чтобы работать с освещением сада. И вот здесь как раз уже проявляются первые художественные, скажем, элементы подсветки сада. Такие там, как создать необходимый образ, что не просто подсветить деревья, а подсветить композицию. Ведь дизайнер создает этот сад и оставляет в темноте композицию, замысел, ну, это вообще бездумно даже в каком-то смысле. Люди работают, там, вот он уезжает, там, будем на работу в 8 часов и приезжает в 6-7 часов вечера. Ладно, если он находится человек, ну, в Америке, опять же, или как у нас, живет в южных регионах, где солнечный день дольше. А так, в принципе, уже в 7-6-7 темнеет. И даже осенью и под конец летом можем замечать, что 9-8-9 часов темно, и по саду просто так не пройдешься. Особенно есть участки, вот в нашей местности, половина участка может находиться на солнечной территории, а на заднем дворе густой лес. Ну, то есть коттеджный поселок ограничен лесом. И вот на этом кусочке темнота, и невозможно ни работать на нем, ни выполнять какие-то там хозяйственную деятельность. Опять же, если там посажены растения, также невозможно получить какое-то удовольствие, наблюдая за ними. Поэтому, на мой взгляд, без ландшафтного освещения, ну, просто не обойдись. Опять же, это не просто какая-то игрушка, это поднимает и ценность участка материальную. Второй момент. Вы светом начинаете рисовать ночную картину. Ведь что получается? Когда вы ходите с дома на улицу, вы сначала видите черно-белые, у вас все в черно-белых цветах. Это особенности зрения. А вот потом ваш мозг начинает искать и сравнивать. Он сначала не может понять, что у вас там находится, он не может понять картину. И вот он выхватывает кусок, сравнивает, допустим, на что это похоже, не похоже, откидывает, не похоже, откидывает. Это схоже с тем, как работают абстрактные картины. Ведь человек в абстрактных картинах задает тон, ритм. И вот чем они ценны? Что мозг как раз должен угадать вот этот тон, ритм. И мы то же самое с адом светом можем сделать. Мы можем светом создать движение. Как это сделать? А, допустим, сделать светильники разной мощности и поставить их уступом. Допустим, светильник будет 3, 6, 9 ватт. И тогда у вас получится направление, как будто вперед летит стрела. А как сделать статику? Ну, просто три светильника стоят вверх. Как сделать из куста огненный шар? И как одновременно у вас мозг будет работать, вернее, ваше воображение будет работать с этим огненным шаром? Очень просто. Есть у вас шарообразные кусты. Вы ставите светильник с углом раскрытия луча порядка 120 градусов. И вы сразу получаете первое, внутренняя подсветка. У вас огонь, свет идет по... Сейчас, кстати, вот там рисуночек. Вот он, да, есть. Вот. У вас идет внутри этого шара. Второе, вы получаете контурную подсветку, потому что свет начинает играть на краях этих листьев. Третье, вы получаете силуэтную подсветку, потому что через какие-то листья не проходит свет. И вот это все заставляет работать ваше воображение. И вот набором инструментов... То есть светильники – это как кисточки. Хотите рисовать дешевые, ну то есть недорогие картины, как дети рисуют, ну покупайте, грубо говоря, там набор карандашей, ну вот ребенок рисует, также вы расставляете светильники там в вашем саду, который там с этим... Солнце питается и так далее. Если вы хотите уже профессионально и вот создавать художественный образ вашего объекта, а создание художественного образа является уже непосредственно искусством, вы пишете динамичную картину, которая меняется не только каждый, там, каждый сезон, он фактически меняется у вас каждый день. У вас подул ветер, листья, соответственно, заколыхались, у вас одна картина. У вас был солнечный день, багровые там или, допустим, небеса и свет в саду, у вас другая картина. То есть каждый день светом вы рисуете новую картину. Поэтому я думаю, опять же, вы можете находить ассоциации. Вот, допустим, это в саду у Алисы Куличковой, а она сделала с помощью лип. Вот у меня, допустим, мы вот пишем с Екатериной книгу по ландшафтному освещению, и вот как раз этот момент будет описываться. Там будут приводиться абстрактные рисунки на эту композицию. Вот, допустим, у меня эта композиция в абстрактном рисунке вызывает ощущение, сходные, когда смотришь фильм «Солярис», и они едут по туннелю. И вот это какая-то глубина, которая тебя засасывает. И куда-то ты вперед удаляешься. То есть, а всего лишь поставили светильники с нужным раскрытием луча и с нужным правильным ракурсом. Все. И вот у меня так играет воображение. А когда шар, и рядом находится куст. Вот шар подсвечен, куст нет. И это воображение как будто Солнце, а вокруг него, соответственно, кружится планета. Поэтому, на мой взгляд, опять же, если вы хотите наслаждаться садом, если вы хотите, чтобы он у вас постоянно работал, чтобы у вас даже ваш труд, ваши вложения оправдывались, то без ландшафтного освещения не обойтись. Но с ландшафтным освещением надо работать, как художник работает с кисточками, вот у нас там, да, качественными кисточками, качественным колстом, так и в ландшафтном освещении. Без этого не обойтись. Только качественные светильники. Смысл заключается в том, что когда занимается ландшафтным, все это красиво, все это красота, но когда занимается ландшафтным освещением, забывает о самом главном безопасности. Поэтому мы немножко сейчас сделаем следующим образом. Расскажем о технических моментах, вот, а потом перескочим, обратно вернемся, таким более там художественным моментом. Так вот. Ага, так, что надо? Ага. Ну, вот этот дом был до того, как его начали строить, вот это после того. То есть, надо, то есть, когда занимаетесь ландшафтным освещением, надо понимать, что это связано уже с безопасностью. И когда вы задаете вопрос, там, а на какую глубину, там, класть кабель, какой кабель должен быть, какие нюансы по подключению, это безопасность, в первую очередь. И когда вы, заказчик или его там, вот, когда, допустим, заказчик или кто-то из его родственников, не дай бог, получит поражение электрическим током, а не дай бог еще и погибнет, то срок может от двух до шести лет в колонии поселения там. Вот я смотрел различные дела, ну, подборку. Поэтому, когда вы занимаетесь именно освещением, у вас появляется рычаг безопасности, который вы должны внимательно продумать. То есть, к вам приходит подрядчик. Помимо того, что он должен обладать каким-то опытом и какими-то знаниями, желательно, чтобы он хотя бы, хотя бы имел группу по электробезопасности, хотя бы какую-то, чтобы он знал, что это такое. Потому что, когда я зашел на этот объект, мы делали наружное освещение. А внутри этот дом делал прапорщик бывший. И я подошел, говорю, ребята, у вас дом сгорит. А типа, отвали мы все нормально делаем. Я говорю, вы нарушаете там-то, там-то, там-то. Я там не знаю уже точных причин, но 22 ноября мы сдаем свою часть, 24 дом сгорает. Нарушений там было просто куча. Вот на каждом шагу, на каждой, вообще на всем. Нарушений в материалах, прокладки, установки. Это было просто жесть. Как пример такой, что они, допустим, шлифовали доски в этом помещении. Шлифовали доски, поднималась пыль, пыль седала на светильник. У светильника были оголенные провода. То есть, вполне возможно, что пожар мог произойти вот от этого. То есть, достаточно было легкой, там, искры легкого замыкания, чтобы это все начало гореть. Поэтому я просто очень много обращаю внимания, что когда вы занимаетесь ландшафтным освещением, вот именно вопрос безопасности у вас очень жестко должен стоять. Очень. То есть, у вас первое там, вопрос встает, чаще всего, как прокладывать кабель, или какой кабель вам выбрать. У вас есть два варианта. Вы прокладываете, допустим, в ПНД трубе. Или второй вариант, вы берете бронированный кабель. ПНД труба. Да, это возможно. Вот слева от вас стоят столбики. Вот, допустим, вот кабель можно прокладывать в ПНД трубе из столбика в столбик. Вот здесь временная схема, она там буквально на показ. А вообще, из столбика в столбик вы должны прокладывать ПНД трубу. Тогда это считается как бы там влажным помещением. Ну, то есть, это земля более агрессивная. Вода менее агрессивна по отношению к кабелю. Поэтому, но, есть нюанс. А что делать, если у вас ответвления пошли? Можно делать в столбиках, хорошо, но бывают столбики узкие и не позволяют этого делать. Тогда муфту приходится выносить наружу. Но, а что получается с ПНД трубой? То есть, вы подвели, вы либо должны ставить тройник и заводить ПНД трубу отдельно, либо вам, ну, вы не можете оголенный, то есть, вы не можете сделать так, довели ПНД трубу, потом у вас провода без защиты, и опять повели ПНД трубу. Это вообще весь вопрос теряется, он бессмысленен. То же самое касается ландшафтных светильников. Вот у вас стоит ландшафтный светильник, вы подводите эту ПНД трубу, а как вы ее закроете? Никак. Как вы закроете эти выводы? Никак. У вас никак это не получается. Поэтому я, допустим, я всегда кладу бронированный капель. И второй момент. Часто вижу даже там у коллег, я уже такую, ну, коллекцию определенную собрал, когда делают муфты. Не помню, здесь у меня есть. Нет. Делают муфты. Муфты, первый вариант, они должны быть герметичные. И есть сертифицированный вариант. Муфт. Никогда не надо заливать распаечные коробки. Вот. Никогда не надо, опять же, кабель укладывать в гофру. Это все ведет, первое, все это, в конце концов, проедается землей. Туда попадает влага, начинает замыкать. И жизни такой системе отсел три года. Я вам честно признаюсь, мы в свое время делали один объект и сделали его с ошибками. Я, когда пришел в ландшафтное освещение, я работал с более крупными кабелями, с более крупными муфтами и сечениями. А мелкие, вот этот, полтора миллиметра квадратных, два с половиной, это казался совершенно другой мир, как вот макромир, и микромир. И есть большие трудности по подключению именно маленьких муфт и их герметизации. И мы этот объект переделали в течение шести лет. Потихонечку приезжали, нас вызывали, допустим, какой-то светильничек, мы узнавали, что заказчика нет, вырывали траншеи и просто меняли кабель. То есть шесть лет нам понадобилось потихонечку, потихонечку за свой счет потом переделать это все. то есть это, конечно, большие деньги, которые мы сами уже потратили на эти изменения. И мы очень, человек очень важный, и мы очень тихо ездили, дожидались, когда он уезжает с управляющим, и это все меняли. Поэтому к этому надо относиться очень внимательно. Следующий момент это подбор самих светильников. Я остановлюсь сейчас именно на технической части. Не покупайте никогда, я вам очень рекомендую, не покупайте никогда дешевых светильников. Сказок не бывает. Опять же, личный опыт. Приехали на объект, и так случилось, что поставляемые светильники нами оказались с браком. И фактически вся партия в течение двух дней сгорела. Ошибка такая. Поставщик без проблем говорит, давайте я вам поменяю, но заказчик отказался. И покупает светильники, у которых вся распаечная колодка, несмотря на то, что эти светильники позиционируются как уличные, находятся внизу. Как результат мы переделывать, то есть либо мы за деньги переделываем, либо ставим как вам, но выезжать потом не будет. Ставьте, мне сказали, что они герметичные. Мы ставим, через два дня вышибают. Мы на этот объект больше не выезжали ни разу. То есть внимательнее относитесь. Мы вообще даже светильники от проверенных поставщиков, те же самые столбики вот такого типа. Мы вынимаем муфты для соединения, которые предназначены производителем, и ставим все на герметичную. Влага, вода, муравьи, все это проникает. Влага вообще очень сильно проникает в муфты, если они не сделаны герметичны. Никакие винтовые соединения, ничего не работает. Почему? В муфтах, когда вы закрыли, от перепада температур образуется конденсат. Этот конденсат начинает осаждаться на пластинах, начинаются пробои, несмотря на то, что вроде бы пластины между собой разделены пластиком. начинаются пробои. Пробой, потом в конце короткое замыкание. Муфта обязательно соединительная, она должна быть либо, вернее, не либо, она должна быть заполнена чем-то, либо клеевые термоусадки, они так должны плотно обжимать гильзы, чтобы вода, туда влага не проникала, либо используются герметики и наполнители, которые эту муфту должны заполнять. Для чего? Не то, чтобы влага сверху не проникла, а для того, чтобы внутренний конденсат, первое, не дал возможности вот этим пробоем случаться, а второе, самый-самый важный момент, это начинается, если там попала влага, значит, с течением времени это все начинает окисляться. И поверьте, за 2-3 года окислиться может очень сильно бронь, просто очень сильно, на десяток метров от места подключения. Это тоже просто отрезали, мне хотелось увидеть, понять, до какого момента порядка 10 метров медь была черная, окисленность. То есть, опять же, и поэтому никакой влаги не должно оставаться в муфтах, ни в коем случае. И к чему я обратил внимание, это все, то есть, система ландшафтного освещения, она должна быть сделана так, выстрелил, забыл, то есть, ни в коем случае вы, не вы потом не видите заказчика, не он вас, но это именно по-хорошему. Все, что начинает, потому что, опять же, это все на личном опыте, все косяки на личном опыте, это безумное количество денег, безумное, безумное количество, буквально, в смысле, крови и пота, потому что это порезанные пальцы, это выезды, все это обкатано, все, устранение всех недостатков, это все на собственной шее пройдено. И ландшафтное освещение, он сразу говорит, дешевым быть не может. Если оно делается хорошо, оно дешевым быть не может. Как и по выполнению работ самих, так и по светильникам. Например, я пользуюсь светильниками, именно ландшафтными, это ABC Lighting. Вот лучше на рынке, нет, в мире самое лучшее, я считаю, это FX Luminaire, это, наверное, наслышанное в той или иной степени, это американская компания, но они и раньше были дороги, а сейчас это вообще большая проблема. Лучше той компании, но на российском рынке, на мой взгляд, самое лучшее, это BC Lighting. Вот сколько я пользуюсь, по... А BC это ABC, да? Да, 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 да. То есть, их легко, они в Геленджике делают, собирают. Вот. Почему? Сейчас мы передойдем к художественной части, я пока сейчас обращаю внимание на техническую. То есть, по вине плохого изготовления, честно, ни один светильник не вылетел. Ни один. Все было по... Все, светильники сгорели только по моим косякам, которые, опять же, плохо сделана муфта, пробой, выходит, сгорела диодная плата. Подали напряжение неправильно, вместо... Поставили светильники 24 вольта, монтажник взял и подсоединил напрямую, спалил светильники, то есть, на 220 подал на эти светильники. Вот. Поэтому... И второе, я пользуюсь поставщиком, вот это Oasis Light. Это вот столбики, которые стоят. И вот тоже эти столбики Oasis Light. Oasis Light. То есть, это не реклама ради. По большому счету, перерыв весь рынок, вы все равно придете к ним. Почему? Первое, так сказать, качественные, а второе, у вас всегда должен быть какой-то стандартный набор светильников, во-первых, который вы должны быстро менять, а второе, вы должны иметь возможность быстро их поставить. Ну, то есть, у вас поставка не должна быть больше недели. Потому что я как-то сходил на шоу, ну, на выставку светильников. Мне дают такой каталог, выбирайте, поставка типа 45 дней, ну, еще до этих. Я говорю, ребят, зачем мне 45 дней? За 45 дней я сам везу эти светильники, мне неинтересно. Мне надо, чтобы они здесь находились на складе. Вот. Есть опыт установки робертсов, ну, то есть, дорогих светильников. Все это идет, я их не продавал, но заказчик заказывал, то есть, светильники, которые там стоят 8, 80 тысяч, там самый дорогой светильник порядка полутора миллионов. Вот. Они кованые, из Германии идут. Все это тоже возможно, но такие, по большому счету, будут единичные объекты. И они очень редки. В основном, стоимость тех же самых, ну, стоимость объекта, она колеблется примерно от 500 до 2,5 миллионов. в зависимости от площади участков, по желанию заказчика, очень сильно влияет на цену управления. Откуда будет управляться? И будет это клавиши, радио, сильно стоимость добавляет радиоуправление. Я его очень не люблю, потому что они с течением, они, ну, имеют, как сказать, от перепадов напряжения они могут выходить из строя. И ехать потом меняет этот блочок на другой конец Московской области, в общем, не очень интересно. Поэтому я стараюсь сделать все клавишами. И когда дом строится, надо обязательно заранее предусматривать эти выключатели, чего заказчик, в общем, очень редко, редко делает. Ну, теперь немножко перейдем к прекрасному. Теперь немножко перейдем к прекрасному. Обратите внимание, то есть, я, у нас, к несчастью, нет понимания того, как должно выглядеть, как должен выглядеть сад ночью. И сейчас это не совсем, ну, это сайты американских компаний. Но я просто менталитет, подход, даже людей с очень большими деньгами, людей, часто живущих в Италии, там, в Испании, они все равно тикотеют почему-то к нашему. Чтобы оно бы светило бы, и слава Богу, в общем, и перебеждать их тяжело. Только вот последнее время, занявшись там архитектурным освещением, архитектурное освещение, оно предъявляет более твердые и жесткие требования к эстетическому художественному восприятию объекта. Я буквально спорю с заказчиком, потому что то, что на земле, это ты еще переделать можешь, а то, что на здании, ты уже не переделаешь. И если заказчик не идет навстречу или хочет там, чтобы обосветило, или она обосветила бы, я отказываюсь, ну, потому что имею возможность заниматься другими объектами. Архитектуркой я еще полностью там не пересомнил. Вот. И теперь, вот обратите внимание, это американские сайты, посвященные ландшафтному светильнику по ландшафтному освещению. И что говорят эти там сайты? Один и второе. Они говорят, мы подарим вам эмоции, они ничего не продают. Мы создадим эмоции, подарим вам эмоции, да? Мы заставим на ваш сайт лидеть с другой точки зрения. У них нет слова продажи. В чем ошибка большая вообще всех, ну, скажем, компаний, которые продают светильники? Они его тупо продают товар. А вот ты объясни, почему один светильник может стоить там 5 тысяч рублей, а вот этот стоит порядка 17 тысяч рублей. В чем разница? И почему установка одного или второго светильника, соответственно, чем она будет отличаться? А к чему это привел? А вот так мы делали сайт. Вот я пытался объяснить людям, что мне нужен сайт. Вот мы этот сайт сделали с четвертого, мы его делали три года почти. То есть я пытался найти там, вот сейчас вот то, что у меня сайт есть, вот более-менее уже наконец-то то, что я хотел увидеть. В конце концов, мы смогли добиться, уже меняем результаты. а до этого мне выдавали вот такое страшное чудовище, понимаете? То есть у людей не работает вообще понимание того, что ты заказчику, потребителю этому, ты ему должен сначала объяснить, что это красиво, ты им должен донести до него, что это хорошо. И этому сайту, они тупо ему спаривают эти светильники, понимаете? для чего они ему нужны? И никогда не отдавайте заказчику каталог, типа, на тебя, выбирай. Все. Ну, так оно есть. И я такое также грешил, то же самое. Опять же, это все опыт. На, выбирай. А что он выберет-то? Он не понимает, как это должно соотноситься с его домом. У него стоит дом классика, он выбирает светильники с колодным свечением. Как можно это делать? У тебя желтые стены, ты выбираешь холодный свет подсветки. Он вообще не сходится. И делать можно на контрасте. Иногда это можно контраст создавать, играть нормально. Но холодный свет к дереву, к теплым тонам, вообще не будет работать. Или мне больше очень нравится, не подбитно там будет сказано, что наши товарищи восточные, кто имеет очень большие деньги, у них приезжаешь на объект, у него дом просто улет. И стоят такие страшные маленькие фонарики а-ля классика. За 500, за 600 рубей висит на доме. Ну как? Как это может выглядеть? Или вот допустим, я много сейчас езжу по ренессансу, дом, стена допустим порядка полутора-двух метров и вот такой тубус светильный. Вот как он будет у тебя работать? У тебя вот он такую стену занимает. то есть вообще кто дизайнер вот этого дела? Понимаете? Поэтому когда вы работаете с ландшафтами свечения, вы должны работать с ассоциациями, которые оно должно быть вызывать. То есть как вот возвращаясь в дневной лекции. Выходит заказчик, он сначала видит все черно-бело, а потом мозг выхватывая начинает все сравнивать и ассоциации соответственно все те картины, вы когда-то видели, он начинает примеривать на это все. Соответственно вот как в детстве показывали руками тень, как может быть коврять узорные у кого были узоры тоже мы находили планетян, кошечек и все остальное. Понимаете? Соответственно и работая с заказчиком мы с этим садом это дорого это дешево не будет в любом случае все потому что вы начинаете писать картину ночного сада и применять дешевые светильники которые не имеют нужного угла раскрытия не имеют нужной температуры свечения вот вот гакустер светильник один остался у него матовое стекло для чего надо то есть и мощность у него 9 ватт он для подсветки у нас яблоки на шпалере не висят почему мат почему 9 ватт соответственно высокие там светильники угол раскрытия высокие деревья чтобы он добил на них угол раскрытия луча 120 градусов почему потому что они прямоугольные такие деревья на шпалере надо чтобы они подсвечивали и второе почему матовое стекло мощность светильника достаточно хорошая находится близко от дома и чтобы не засвечивать и не приковать глаза там что будет прогуля прогуля а вот эти светильники они 3 ватта деревья тоже находятся близко но здесь уже не сделаешь матовое стекло потому что оно тогда свет настолько рассеется то оно не будет работать уже с деревом вот эти светильники они для маленьких берез вот соответственно вы ставите под ствол у вас свет поднимается чем вы начинаете работать вы начинаете работать с текстурой ствола раз потом он поднялся вы начинаете работать с кроной уже дерева вот и вы уже как я вам говорил вы первая просто заливающая свечи но не надо брать большую мощность иначе текстуру ствола не будет видно это же тоже красота прорабатывается это все сделает да может быть крона даже чекует получше видна но тогда не будет равномерного свечения свет поднялся по кроне вверх он на листиках осел береза прекрасно подсвечивается он на листиках осел начинает играть и вызывая какие-то определенные ассоциации заказчика опять же можно располагать светильники очень хороший вариант располагать светильники на дереве мне это нравится но надо подбирать на каких деревьях будете это ставить лучше всего это лиственные но на березу тоже нужно ставить у нее тонкие ветви и когда зимой все опадает когда осенью опадает зимой прилипает снег и у вас узор еще проходя через эти деревья оставляет вам узор на снеге по разному вот этот сейчас светильник вот там еще в машине такого типа он порядка 20 ватт но там эти деревья порядка 25-30 метров вот а все что там 10-12 метров около 15 в принципе 9-ти ваттого светильника с углом раскрытия раскрытия луча порядка 120 градусов его хватает лучше так надо Субтитры создавал DimaTorzok